Мы сейчас находимся в поселке Буланаш, в детской музыкальной школе, где тоже нет воды, но, как видите, дети все равно занимаются. Вот сейчас нам покажут, как это все происходит. Как вам, ребят, без воды-то нормально занимаются? Нет, ну, наверное, не очень, да? Нет, наверное, червозы. Это у них первый урок сейчас. У нас нет воды который день? Да, музыкальная школа? Второй день. Второй день. Естественно, мы ограничиваемся в своих потребностях, да? Чая попить нету возможности, соответственно. Нужду справить тоже возможности нету. Ну и, в общем-то, за гигиеной тоже, получается, не следим. Люблю я дни святой недели, когда черные еще моря, леса покрова не надели и не остраяла земля. Но, вымежая из-за прага, шумит весенний путь ручит. И каши крест своя нога, все печи, слон, до сих пори. У нас дело в том, что у нас вчера вечером немножко воду дали, и сегодня с утра вода тоже немножко была. По времени, может, полчаса с утра, вот как мы пришли на работу, питьевую воду мы успели набрать. Это у нас ведро для чистой воды. А все, что касается вот ведра здесь на полу стоят, это у нас вода такая техническая. А для отхожих мест? Вот, техническая вода. В поселке Буланаш ситуация с нехваткой воды, по сути дела, привычная. Что такое горячая вода из-под крана, здесь вообще забыли, потому что ее не подают уже два года. И прорыв водовода для них это, по сути, мелочь. Главный вопрос, в каком муниципалитете региона рванет в следующий раз. Особенно, если вспомнить историю сухим логом. Субтитры создавал DimaTorzok